В минувшие выходные прошел съезд народов Татарстана, причем в работе данного съезда приняли участие первые лица республики. Значимость данного съезда лично указал Владимир Путин в своей приветственной телеграмме. О работе данного съезда мы поговорим в программе главной новости прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Напоминаю нашим телезрителям, что для вас работают телефоны прямого эфира 511-99-66, а также 8800-532-55. Звоните, задавайте свои вопросы гостю в нашем студии. В нашей студии сегодня Наталья Викторовна Мяснякова, заместитель директора Дома дружбы народов Татарстана. Итак, Наталья Викторовна, добрый день. Здравствуйте, Тимур. Да, как раз о значимости данного события лично сказал Владимир Путин в своей приветственной телеграмме, указав, что это знаковое событие для республики, для России в целом. Вот как раз о значимости данного события хотелось бы поговорить, потому что съезд собрал достаточно большое количество делегатов, в том числе и первые лица республики. Действительно, событие знаковое, надо понимать и динамику. Если 10 лет назад в Татарстане проживало порядка 115 национальностей, то сейчас это уже более 173 национальностей на сегодняшний день проживают в республике Татарстан. Это, по данным последней переписи населения, один из самых многонациональных регионов нашей страны. Люди сюда едут, экономически очень привлекательный регион. И ежегодно на миграционный учет ставится порядка 200 человек. Это надо понимать, поэтому и говорим о значимости мероприятия. И сегодня Ассамблея народов Татарстана, это настолько уже известная организация, вот по последним социологическим исследованиям, тоже мы такие цифры получили, 50%, более даже 50%, если быть точнее 52% говорят о том, что слышали о деятельности Ассамблея и Дома дружбы народов Татарстана. Более 25% хорошо знают об этой деятельности, то есть в совокупности это порядка 77%. А таких цифров, в цифрах лет, скажем, 5-7 назад даже мы мечтать не могли. Сегодня в Ассамблея народов Татарстана входит официально 36 национально-культурных объединений, вообще национально-культурных организаций по республике более 200. Конечно, это огромная, огромная сила, этнокультурное движение растет в Татарстане. И, естественно, съезд народов Татарстана, знаковое событие. Напомню, что это уже третий съезд проходил. Первый съезд проходил в 1992 году по инициативе первого президента Татарстана Митимир Шариповича Шаймиева. Второй съезд 10 лет назад состоялся в 2007. Тогда, собственно, и была сформирована и организована в том понимании, о котором мы сейчас говорим, Ассамблея народов Татарстана. Ее возглавил председатель Ассамблеи народов Татарстана, председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Харулыч Мухаммедшин. И это определенные статусы этой организации тоже добавило. Ну и я думаю, все это... Кроме самого съезда мы сейчас посмотрим небольшой сюжет, после чего мы с вами продолжим. Итак, об успехах сохранения мира и согласия народов, населяющих Татарстан. Небольшой сюжет. Внимание на экран. Еще вот здесь делаем. Полая палочка, четыре отверстия и башкирский курай готов. Инструмент легок в изготовлении, но не так прост в игре. Нужно долго тренироваться, чтобы достигнуть такого успеха, говорит Галли Хасанов. А Марина Кудряшова представляет на съезде чувашский народ. Национальным песням колорит передает костюм. Такой же носила ее бабушка. Наряд, олицетворяющий достаток девушки, больше похож на кольчугу. Это очень тяжелое украшение, потому что он почти весит несколько килограмм. Все-таки это настоящие монеты. Если можете приглядеться, то у наших бабушек еще остались вот эти монеты со времен наших царей, императоров. Даже есть монетки и времен царственной Людовика. Чуваши, татары, узбеки, кряшины и даже греки. На съезде народов Татарстана богатство своей культуры показали представители многих национальностей, проживающих в республике. В Татарстане все 173 народа находят уголок под солнцем. Нам живется комфортно в Татарстане. Мы изучаем свой родной язык. Мы пляшем на свои пляски, свои вероисповедания. Третий съезд – продолжение развития национальной политики в Татарстане. Сейчас особое внимание уделяется языковой культуре. В республике работают Чубашский, Удмуртский, Марийский, Мордовский, национальные школы. Есть 47 отделений воскресных школ с учением 25 языков. Находя общий язык со всеми, создав вот такую систему ассамблеи и выстроив отношения с нашими религиозными структурами, привлекая к работе общественные организации, авторитетных наших лиц нашей республики. Конечно же, обеспечена стабильность, и мы видим тот результат, который есть сегодня. И то, что демография положительная, то, что к нам больше переезжает. После обсуждений к духовному съезд народу в Татарстан завершается под мелодией прошлых лет. Елизавета Саляхова, Роман Фенин, Новости Татарстана. Итак, программа съезда самого была достаточно насыщенная. Сейчас ее покажем нашим телезрителям. Ну и хотелось бы поговорить об основных итогах, то, что было высказано, основные моменты, которые являются приоритетными в рамках данной программы. Ну, основные, конечно, идеи, мысли, они легли в резолюцию. Пока принят проект резолюции, она дополняется. Я думаю, мы подробнее поговорим об этом тоже. Но прежде мне хотелось бы все-таки еще несколько цифр привести. Это очень интересные цифры. Они как раз участникам съезда были озвучены. И проводилось социологические исследования в фонд «Общественное мнение Татарстан» в марте буквально этого года. И какие направления вошли в эти исследования. Был вопрос такой. Насколько позитивно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений в республике. И характеризуют ее как спокойную, стабильную. Как раз подавляющее большинство опрошенных, это 82%, позитивно оценивают эту работу. Подавляющее большинство опрошенных, суммарно свыше 90%, указывает на свое толерантное отношение к представителям других национальностей. Это тоже очень важный показатель. И Татарстан в этом смысле показательный регион. Одна из основных тем, идей, которые звучали на этом съезде, была и о том, что отдельно взятый регион может быть вполне благополучным в сфере реализации национальных проектов. И в сфере национальной политики таковым Татарстан и является. Но это не может в целом по России коренным образом менять ситуацию. Поэтому и внимание привлекается к нашему региону как модель. Вот сейчас, буквально в мае, по инициативе председателя Комитета по национальной политике Госдома Ирика Гельмудинова, будет проводиться опять же в Казани, в том числе и на площадке Дом Дружбы, большой форум, касающийся этой же тематики. Туда будут приглашены гости со всей России. Это и руководители Дом Дружбы народов из разных регионов. Это и чиновники профильные, в том числе и с Федерального агентства по делам национальностей. И я думаю, вот это направление тоже очень важно. Что касается итогов съезда... Я думаю, стоит озвучить, потому что говорят все о чем-то. И вот что касается конкретики. Несколько пунктов обозначено. Первый, наверное, может быть это самое главное. Выразить решительную поддержку проводимому президентом Российской Федерации Путином курсу по укреплению могущества страны, сохранению межэтнического и межрелигиозного мира и согласия, борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма. Призвать всех представителей политических сил и движений способствовать поддержанию в стране мира и согласия между людьми различных национальностей и вероисповеданий. Не допускать действий, которые могли бы привести к напряженности в этноконфессиональной сфере. Одобрить сформированную целостную систему реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан, установку на ее межведомственный и комплексный характер. Принять меры по улучшению качества работы информационно-просветительского сопровождения государственной национальной политики. Одобрить разностороннюю работу по развитию многонационального движения Республики, проводимой Ассамблеей народов Татарстана и отметить необходимость совершенствования ее инфраструктуры, включающие в себя дома дружбы, филиалы и представительства Ассамблеи. Как я уже говорила, движение этнокультурное растет, активизируется. В Республике Татарстан уже семь домов дружбы существует, девять представительств и филиалов Ассамблеи народов Татарстана. И это движение продолжается. Вот как раз об этом мы и хотели тоже с вами сейчас затронуть отдельную тему. У нас есть голосование в нашей группе ВКонтакте относительно того, как раз знакомы ли наши пользователи нашей группы с тем количеством различных национальностей, проживаемых на территории Республики. Итак, знаете ли вы, сколько национальностей представлено в Татарстане? Есть следующий вариант ответов. Менее 100. Это самый популярный вариант ответов у нас. Более 100 и свыше 170. И вот, получается, вы говорили 173, если не ошибаюсь. Пока, к сожалению, только 22,2% угадали правильный ответ. Как быть, как тогда изменить представление наших пользователей и в целом жителей Татарстана о том количестве народов, которые проживают у нас в Республике? Я думаю, в любом случае, после нашей передачи, количество позитивной стороны изменится. Ну, я думаю, достаточно активно проводится и национальная политика в Республике, и действуют государственные программы в рамках государственной национальной политики. Мероприятий очень много. Ну, может быть, не на всех озвучивается эта цифра. Может быть, так. Но, получается, тогда те немногочисленные, малочисленные народности, проживающие на территории Республики, не чувствуют ли они какой-то некой дискриминации, недостаточно внимания со стороны каких-то, допустим, властей или со стороны культурных различных сфер жизни? Как вы с этим работаете? Я думаю, это не так. Еще на Первом съезде народов Татарстана и когда формировалась общественная организация под названием Ассамблея народов Татарстана, там были озвучены несколько основополагающих таких моментов ее работы. Это первое, вне политики, вне религии. И второе, один народ, один голос. То есть мы стараемся, вне зависимости от того, сколько представителей этой национальности, этого народа проживают в Республике Татарстан, будь то ассирийцы, которых может быть даже, наверное, меньше ста, бурят, которых около ста, или чуваши, которые третьи по численности в Республике Татарстан. Вне зависимости от этого, каждому должны быть предоставлены равные условия для развития и сохранения своей культуры, языка и традиций. Ну и в Доме дружбы Татарстана у нас действуют многонациональные воскресные школы, где эта возможность также им предоставлена. На сегодняшний день около 20 отделений действуют в этой школе. И отделения открываются исключительно по заявке руководителя национально-культурной автономии. То есть если они у себя в диаспоре, в своей организации чувствуют такую потребность, есть у них желающие ученики, даже возраст не имеет значения, это могут быть и младшие классы, и постаршие, даже студенты. Если есть такое желание, пишется заявление, открывается отделение соответственно. Ну и в рамках практически всех культурных мероприятий и республиканских каких-то знаковых событий, будь то фестиваль уже брендовый для республики «Наш дом Татарстан», «Мозаика культур», это обязательно принимает участие все, без исключения представители ассамблеи, у которых есть желания, у которых есть возможности. Ну а о работе самого Дома Дружбы Народов мы поговорим чуть позже. У нас есть первый вопрос о телезрителе, давайте мы его услышим. Добрый день, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, вас же такое, Валерий Александрович, городской житель города Казани, в своей столице, третьей столице Российской Федерации, чем я и горжусь, кстати. И я рожден в первой половине 20 века, и поэтому я знаю, что такое жить вместе с другими народами. Но самое главное дело, что в толерантности это терпение, понимаете? Толерантность и терпение, сейчас новое слово, но бывает так, что терпение лопнуло, а вот здесь как раз взаимоуважение. Вот поэтому народ и живет мирно, и существует мирно, и так и будет. Это значит, что никто не лезет со своим уставом в чужой монастырь. Вот почему у нас здесь все хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, слатье Господи. Моя Казань-то величала, сынов взрастила дочерей и наградила вечной славой, оставив памяти людей. Здесь видим мы в одной семье татарин, русский, ищувашин, и всех народностей, ищет, да, мы сильны в союзе нашем. И всех благ нашей Казани, и третьей столицы, и нашему Татарстану, процветания и всего наилучшего. Спасибо. Я полностью согласна, солидарна с нашим телезрителем. И стихи, кстати, очень хорошие, спасибо. Вы знаете, у нас в Доме дружбы народов Татарстана, вот уже третий год действует собственный проект. Он у нас назывался «Два года уроки толерантности». Мы его позиционировали вот под таким названием. Мы приглашаем каждую неделю учеников казанских школ, старшеклассников. И вот они к нам приходят, по 250 человек, единовременно. И мы их встречаем, рассказываем, показываем им короткометражные фильмы на соответствующую тематику. В интерактивном формате идет обсуждение этих фильмов. Они имеют возможность высказать свою точку зрения, свои мысли и так далее. Но мы тоже пришли к выводу, что слово «толерантность» оно несколько неуместно в этом случае. И вот с прошлого года мы поменяли название. Теперь это у нас уроки дружбы и согласия. Мы считаем, что дружить может не каждый, и другом сможет быть не каждый. Любить, естественно, тут особая категория. А вот стараться жить в согласии, понимать друг друга, принимать, хотя это бывает иногда очень непросто. Мы должны, по крайней мере, попробовать, попытаться, что мы в Доме дружбы и делаем. Как раз то, как это у вас реализовано, в частности, на вашем портале. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, что мы здесь можем получить. И как быть тем, кто хотел бы, как раз, может быть, вступить в ваш Дом дружбы народов. Вот что касается информационной политики. Вспомнить хотелось бы известные высказывания последних лет. Если тебя нет в виртуальном пространстве, нет и в реальности. И вот тоже два года назад мы придумали такой уникальный проект. Действительно уникальный, в России другого такого нет. Мы создали свой интернет-портал. У нас буквально минута до завершения эфира, поэтому у вас основные моменты. Да, он так и называется. Наш дом – Татарстан. Чем он уникален? В рамках этого портала имеются сайты всех национально-культурных объединений, которые входят в Ассамблею народов Татарстана. Мы их здесь видим слева. Да, с возможностью общения на родных языках. Если вы дальше лифтом пойдете, вы увидите. Ниже сайты всех домов дружбы, которые есть в Республике Татарстан. С правой стороны отдельный сайт Молодежной Ассамблеи народов Татарстана. И то есть весь баннер многонациональной воскресной школы и творческие коллективы. То есть вот здесь весь комплекс. Мы постарались охватить все, что может заинтересовать любого человека, который работает в этой сфере. И которому было бы интересно знать, чем живет Ассамблея и дом дружбы. На этом, Наталья Викторовна, наше эфирное время подходит к концу. Большое спасибо за участие в этой программе, за то освещение съезда, которое вы нам позволили сегодня. Спасибо за приглашение. Да, спасибо большое вам. Думаю, мы еще встретимся в будущих программах. Это была программа «Главные новости». Смотрите нас по будням. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!